Почтовый тракт На этот и другие вопросы вы узнаете, познакомившись с видеопрезентацией библиотеки имени Фёдора Абрамова от Почтового тракта к Ленинградскому проспекту. Ленинградский проспект тянется вдоль Северной Двины через районы Варавина, Фактория, Новый посёлок до посёлка Силикатчиков. Деревни этих районов были включены в городскую черту в 1928 году, а в 1961 году Почтовый тракт был переименован в Ленинградский проспект, названный в честь города Ленинграда. Ленинградский проспект является продолжением современного проспекта Ломоносова. Проспект Ломоносова первоначально именовался новой или въезжей дорогой. Он начинался у Смольного Буяна, где проходила граница города. Здесь же начинался и Почтовый тракт. В старину на Руси буянами назывались речные пристани для выгрузки товаров. В XVII-XIX веках вывоз товаров занимал важное место во внешней торговле Архангельска. Емская гоньба по Почтовому тракту началась с конца XV века, хотя в то время освоена была только часть его, до Вологды. Почтовый тракт из Архангельска в Холмогары по выезде из города проходил мимо обширных каменных зданий Смольного, Льняного и Пенькового буянов. На шестой версте лесопильные и спиртовые заводы Суркова и Шергольда. Затем деревни Варавина, Жаровиха. Первая почтовая станция – громадное селение Уйма от Архангельска в 16,5 верстах. Вторая станция – Лявля в 15 верстах. Здесь в XIV веке был монастырь, на месте которого стоят две церкви – каменная и деревянная, построенные в 1581 году. Третья станция – Каскагорская в 18,5 верстах. Здесь переправа в Карбасе на левый берег Двины, шириной в всём месте в 2,5 версты. На левом берегу в красивой еловой роще – отделение Каскагорской станции. В 11 верстах от Холмогор переправа на плоте через реку Курью. И затем дорога идёт по прекрасным сенокосным лугам, среди которых виднеются Холмогоры. Местность открытая и красивая. Правительственный указ об устройстве постоянной почтовой гоньбы между Москвой и Поморьем вышел 1 июля 1693 года в царствовании Петра I. Царский указ строго определял скорость доставки почты. 8-9 дней в летнее и зимнее время, 10-11 в распутицу и требовал прибытия ямщиков строго определенные часы. Особое значение Архангельская почта получила в годы Северной войны со Швецией. По указу царя с 15 апреля 1704 года началась регулярная почтовая гоньба от Архангельска через Кольский острог до Датского рубежа. На протяжении более тысячи верст было устроено 64 стана. Несмотря на трудные условия доставки, письма от Архангельска до пограничного норвежского города Вардегус шли менее трёх недель. Осенью 1712 года, через 9 лет после основания Санкт-Петербурга, открылось прямое почтовое сообщение между новой столицей и её идеологическим пращуром Архангельском. Большая почтовая дорога проходила через Каргополь. Почтовые станции находились друг от друга на расстоянии в 30 верст. Сейчас, в начале третьего тысячелетия, путь из Санкт-Петербурга в Архангельск не только проходит примерно по тем же местам, что и 300 лет назад, но и постепенно развивается. Но начало этой дороги уже не проходит по старому почтовому тракту с правой стороны Двины, а начинается после мостов через Северную Двину с левой стороны реки. В округе Варавина-Фактория и сейчас есть маленькая улица, почтовый тракт, название которой раньше носил весь Ленинградский проспект. И название этой улочки напоминает нам о том старинном почтовом тракте, соединяющем Архангельск с столицами России.